Вчера в Новокузнецке открылся Сибирский экологический форум. Мы пригласили ведущих экспертов, которые помогут нам поделиться своим мнением, расскажут, как сберечь экологию, как развивать промышленность, как улучшать жизнь наших людей, повышать их благосостояние, но при этом снижать нагрузку на экологию. Три дня участники мероприятия будут обмениваться методиками по решению экологических проблем, наработанными в разных регионах России. Это площадка для того, чтобы специалисты, экологи, общественность могли обменяться видением проблем, путями их решения, и, конечно же, сравнить, что делается в регионах. Многие регионы похожи. Взять тот же Челябинск, у нас сегодня и гости из Челябинска есть, и гости из Красноярска. То есть посмотреть, что делают они, рассказать, что делаем мы, взять, наверное, лучшие практики. В этом важность форума. В рамках форума пройдут семинары, круглые столы и конференции. Представленные проекты и разработки помогут решить задачу, поставленную на самом высоком уровне. Мы уже, что называется, не на стадии роста, а на стадии, когда прошла точка безвозврата. И мы, на мой взгляд, ни мы, ни промышленность, ни власти уже по-другому жить не сможем. Не зря у нас есть уже вторая задача от президента до 2030 года снизить в два раза выброс из грязняющих веществ атмосферный воздух теперь уже по всей стране. И эта задача уже не кажется такой сложной, невыполнимой. Наработан огромный опыт. Есть технологии, которые позволяют это сделать. Есть понимание, как это сделать. В общем, впереди большая работа. Но я уверен, что общими усилиями мы с ней справимся. Продолжение следует...